Добрый день, уважаемые гости. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Мы рады приветствовать вас на площадке российского агентства международной информации РИА Новости. И мы начинаем сегодняшнюю пресс-конференцию руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Любовь Николаевна Глебова на тему особенности проведения ЕГЭ в 2010 году. Я хочу сказать, что сегодня мы будем общаться и с регионами. У нас на связи Ростов. Ростов, здравствуйте, вы нас слышите? Да, добрый день, слышим. Здравствуйте. И также у нас на связи Сочи. Сочи, добрый день. Добрый день, столица Сочи вас приветствует, слышим вас. Спасибо большое. Итак, сегодня мы затронем многочисленные вопросы, которые касаются проведения ЕГЭ, о том, какова специфика, в чем особенности, о правилах приема в ВУЗы. И я предоставляю слово, Любовь Николаевна, вам, пожалуйста. Спасибо. Уважаемые коллеги, добрый день. Мы остановились, как раз, я так понимаю, на тех кадрах, которые показывали нам реально старт ЕГЭ, в расписании которого было 21 апреля. Это было начало русский язык, сдача для тех, кто имеет право сдавать эту аттестацию досрочно. Собственно, вот мы можем считать, что с 21 апреля, собственно, стартовала государственная итоговая аттестация 2010 года. И я бы об этом, не о 21 апреля, а о государственной итоговой аттестации 2010 года, я бы хотела сказать следующее. Любовь Николаевна. И сейчас вот мы как раз посмотрим. Посмотрите, я думаю, что мы немножко займем. Рассказываю, что в первую часть проверяет абсолютно компьютер, так что по маркету невозможно, потому что компьютер сразу защищает это за ошибку. Аудитория 37, 13 пакетов. Здесь совсем другая школа, из другого района. Никого не найдут в классе, вот в аудитории, нет ни одного знакомого мне человека даже. В принципе, даже списать мне опыт с кем-то там пообщаться, это ничего нельзя. Когда ребята заканчивают, все это упаковывается и отправляется в региональный центр обработки информации, где уже вся эта работа не имеет ни фамилии, не имеет ни школы, и ее начинают обрабатывать машины. Ну вот, мы посмотрели, пожалуйста. Ну хорошо, давай все-таки не с машин, наверное, начнем. Понятно, 21 апреля, старт. Я бы хотела изначально все-таки общую картинку того, что такое десятый год, называется так, в цифрах и фактах. Ну, в первую очередь, в этом году у нас выпускников школ на 100 тысяч меньше, чем в прошлом году. Это почти 10% от общей численности выпускников, даже чуть больше. То есть, конечно же, количество ребят, поступающих в ВУЗы уменьшится, возникнут проблемы, потому что количество мест в образовательных учреждениях не уменьшилось, значит, соответственно, конкуренция будет разумной и так далее, и так далее. То есть, на 100 тысяч человек меньше в этом году из числа выпускников сдают единый государственный экзамен. Вторая тенденция, очень важная для нас тенденция, очень важная цифра, связанная с тем, что, как мы и предполагали, в крайнем случае, всю работу к этому ввели, связана с тем, что в этом году значительно увеличилось количество ребят, которые выбрали добровольно предметы для сдачи. Вот мы уточнили цифры, так количество этих ребят увеличилось на 18,6%. Если еще учесть, что выпускников стало меньше, да еще эта цифра увеличилась, то есть нам нужно понять, что вот наша такая разъяснительная информационная работа, что ЕГЭ сдавать на самом деле не страшно и выгодно, и для выбора профессии очень полезно, она закончилась позитивно, и, собственно, ребята проголосовали за ЕГЭ тем, что больше, почти на 20%, заявили о своем желании сдавать единый государственный экзамен. Тенденция, которая тоже, мне кажется, очень важна и связана с тем, что число сдающих добровольно увеличилось по тем предметам, в связи с которыми у нас была проблема в прошлом году. То есть у нас увеличилось число сдающих физику, информатику, химию. Это, собственно, означает, что мы будем ждать большего приплыва абитуриентов на технические специальности, чем в прошлом году. Мне кажется, это очень важным итогом также большой разъяснительной работы, профориенционной работы высших учебных заведений, которые проводили эту работу. Ну, а соотношение предметов, по которым делается выбор, осталось приблизительно тем же самым. То бишь половина выпускников выбирают общество знания, поскольку доля предметов, предметы общества знания в направлениях подготовки больше по сравнению со всеми другими предметами. Далее у нас идет физика, больше 25% сдают физику. И это, собственно, определяет как раз вот это распределение интереса выпускников этого года к техническим направлениям и гуманитарным направлениям. Собственно, в этом смысле все, что связано с приростом, это прирост по техническому направлению. Это очень сильно нас радует. Итак, это картинка, которую в цифрах, вот в наших ожиданиях на сегодняшний день мы вам готовы были бы предъявлять. Соответственно, первые досрочники у нас было около полутора тысяч человек. Это цифры, сравнимые с прошлым годом. Такое же количество ребят у нас воспользовались правом досрочной сдачи единого государственного экзамена. Это те, кто имеет на это право. Это категория ребят из вечерних школ, которые подлежат призыву в ряды армии. Это участники разных международных и общероссийских соревнований, которые приходятся на время проведения единого государственного экзамена среди выпускников. Это ребята, кто покидает пределы Родины в связи с отъездом на дипломатическую службу родителей. Это категория тех ребят в школах зарубежья, страны которых имеют особые климатические условия. Достаточно небольшой набор, но нам важно проанализировать досрочный период с точки зрения готовности системы к основному периоду. Вот сегодня 28-й, сегодня последний день сдачи основных предметов, и 30-й будет у них только возможность пересдачи. Собственно, мы с удовлетворением смотрим на ситуацию. Сбоев не было, технология прокатана, она везде дала результаты в срок. И это дает основание считать, что технологическая система сдачи единого государственного экзамена также готова к запуску в 2010 году. Мне кажется очень важным, мы с вами отдельно потом попросим и посмотрим на примере региона. Я позадаю вопрос, может быть и у коллег возникнут вопросы. Подключение входит? Да, подключение. Я просто перед тем, как я... Вернее, сначала я уже договорю свою часть, а потом Ростов включим. Что мне кажется важным... И так досрочники показали, что технология прокатана, мы, скажем так, порепетировали со всеми регионами. Было всего 76 регионов, в которых оказались ребята, которые имели право на досрочную сдачу. 67, извините, да, 67 регионов. Соответственно, мне казалось бы очень важным сейчас сформулировать, все-таки попробовать кратенько, вот то, что является изменениями в 2010 году, как бы в технологии, в правилах приема, которые, ну, я бы не называла такими существенными, но которые являются измененными позициями. И, наверное, эти изменения будут как-то влиять на ход государственной итоговой аттестации. Ну, первое, первое для нас очень важное, то, что мы будем применять, будет использоваться новый вариант контрольно-измерительных материалов по математике, в которых отсутствует часть А. В кемах по математике в этом году не будет части А, то есть там, где идут вариативность выбора вопросов. Соответственно, вторая, мне кажется, очень важная вещь для процедуры единого государственного экзамена, всем регионам Российской Федерации, нами настойчиво рекомендовано, и это записано как норма, требование общественных наблюдателей в обязательном порядке в пунктах приема экзамена. Чтобы повышалось доверие к результатам единого государственного экзамена. Мы прекрасно понимаем, что желание в пункте приема экзамена помочь выпускникам, наверное, появится, объективно может появляться. Поэтому общественные наблюдатели, которые должны соблюдать правила проведения, процедуры проведения, чтобы все ребята находились в одинаковых условиях, общественные наблюдатели должны сыграть в этом году определенно большую роль, и мы придаем этому большое значение. Третье. Мы в отдельный порядок, в отдельный текст выписали все, что связано с мобильными телефонами. Необходимость их сдавать и предупреждение о том, что использование мобильных телефонов влечет к тому, что, соответственно, у выпускника не зачитывается этот экзамен, он удаляется с экзамена, и результат его аннулируется. В обязательном порядке сдавать мобильный телефон. Соответственно, организаторы в пунктах приема экзамена несут ответственность за то, чтобы все выпускники находились в равных условиях, и они обязаны фиксировать, и обязаны это делать. И если они этого не делают, то включается следующая особенность этого года. В этом году в силу вступают требования статьи Кодекса об административных правонарушениях. Он вступил в силу с 1 декабря 2009 года. Будет впервые использован в проведении единого государственного экзамена в 2010 году, где идет административная ответственность в виде штрафов, как физических лиц, которые допустили нарушение при проведении единого государственного экзамена, так и юридических лиц, которые несут ответственность за соблюдение правил проведения единого государственного экзамена в пункте приема экзамена. Поэтому я еще раз говорю, вопрос общественного контроля, общественного наблюдения за ситуацией – это очень серьезная и важная часть проведения единого государственного экзамена. Поэтому хотела бы обратить внимание всех на необходимость соблюдать эти правила во время проведения процедуры, потому что очень часто от нас требуют рассмотреть ситуацию, когда процедура уже проведена, и доказать, что были нарушены правила, практически не представляется возможным. Поэтому, собственно, и к средствам массовой информации, и к любым общественным структурам есть просьба принимать участие, но хочу сразу напомнить и сказать о том, что общественные наблюдения – это также процедура, которой нужно быть обученным. Для того, чтобы попасть в качестве общественного наблюдателя в пункт приема экзамена, нужно получить аккредитацию в органе управления образованием, которые до этого проводят необходимое обучение с тем, чтобы люди понимали, зачем они наблюдают и что происходит, зачем они в первую очередь следят. Вот это я сказала бы по процедуре единого государственного экзамена. По правилам приема в ВУЗы значительно уже понятны те изменения, о которых мы не раз сами говорили, я лишь фиксирую ваше внимание перед началом нашей аккредитационной кампании. В этом году в правилах приема в ВУЗы нашли отражение изменений, связанные с подачей заявлений одновременно не более чем в пять ВУЗов, и внутри этих пяти ВУЗов не более чем на три направления подготовки. Я лишь напоминаю о том, что вопрос о соблюдении этого требования и контроль лежит на самом абитуриенте. Уточнение связано со следующим. Если абитуриент подает заявление и через федеральную базу свидетельств выясняется, что он подает заявление, он выбрал возможность пяти ВУЗам, то ему не просто вправе отказать, ему обязано вернуть документы. То есть, если вдруг это обнаружится уже после того, как пройдет конкурсная кампания, то все равно, если это будет обнаружено, он будет отчислен даже из числа студентов. Я считаю, что вот эта норма, которая связана с ответственностью самого абитуриента за принятие решения, не с боязнью за то, что его за руку словят, а он сам принимает ответственность на себя, фиксирует он, что он вот в первый ВУЗ, во второй сдает и так далее. Это, кажется мне, очень важной формой воспитания ответственности самого человека за этот свой результат. Второе, мне кажется, тоже не менее важно, это то, что мы прописали в правилах приема, и это начинают реализовывать ВУЗы, не в обязательном порядке, но в порядке возможности подать документы в электронно-цифровом варианте. То есть не обязательно приходить в ВУЗ, какие там очереди, вот все эти вопросы о хаосе, о беспорядке, о большом количестве очередей, мы предоставляем такую возможность. Мы не считаем, что это будет панацея от всех бед, а этих бед нет там, нет в тех ВУЗах, где приемная компания, приемная комиссия работает слаженно, регламентно, технически обеспеченно. И в этом смысле, вот еще одним таким облегчением является возможность подать документы через интернет. Соответственно, возможность эта записана в правилах приема, но ВУЗы должны ее оформить, эту возможность, предоставить такую возможность. Есть такая возможность в ВУЗе или нет, опубликована в правилах приема и на сайте того ВУЗа, в который абитуриент подает заявление. Следующая, мне кажется, очень важная особенность, она достаточно, скажем так, системно отвечает на многие вопросы. Это вопрос связанный с тем, что совершенно необязательно свидетельство о результатах ЕГЭ подавать в материализованном, фиксированном вот таком виде на бумажном носителе. Все дело в том, что федеральная база свидетельств, которая формируется в Рособранадзоре, фиксирует все результаты. И обязанностью ВУЗа является, даже если принесена информация на бумажном носителе, проверить это через федеральную базу свидетельств. Поэтому, если есть такая возможность, что бумагу туда-сюда носить? В этом смысле, я думаю, что вопросы, связанные с покупкой ложных свидетельств о результатах ЕГЭ, становятся бессмысленными. Хоть какие бумажки купи, если его нет в федеральной базе свидетельств, то никакую услугу эта купленная бумажка тебе не окажет. Соответственно, не будет проблем, связанных с тем, что по тем или иным причинам могут быть задержаны выдачи свидетельств на бумажных носителях в регионах и в школах. Я напоминаю, что ответственность за оформление вот этих результатов лежит на субъектах Российской Федерации. Они обязаны своевременно обеспечить этот документ. Но если даже что-то происходит, проблемы в этом не бывает, потому что этот документ, ну знаете, он начинает носить такой характер памяти о том, что было. Вот у меня в жизни это было, вот на бумаге это зафиксировано, вот это такая память. А для того, чтобы предъявить это в высшее учебное заведение, как результат, совершенно не нужно этого оформлять на бумажном носителе. Нужно просто в заявлении написать о том, что у вас такие-то результаты по таким-то предметам. И через федеральную базу свидетельств приемные компании получают либо подтверждение этого, либо опровержение этого факта. Соответственно, последний пункт, который мы вписываем, это обязательность проверки высшими учебными заведениями подлинности заявленных результатов. Это, собственно, мера, которая у нас была в прошлом году, но в этом году она носит такое, скажем так, другое предназначение. И мы считаем, что это поможет нам, чтобы приучать ребят, собственно, к обмену информацией, не обязательно в бумажном варианте. И снимет, еще раз повторяю, достаточно большое количество проблем. Еще мне казалось очень важным, сейчас идет очень напряженный кусок нашей жизни, когда мы пытаемся в большем объеме информировать всех о том, что будет. Соответственно, так называемые горячие линии с 21 апреля работают у нас как на федеральном уровне, так и на региональном уровне. На региональном уровне информация о всех горячих телефонах, о тех источниках, в которых можно получить информацию, и по любому вопросу распространяется через региональные средства массовой информации. Мы же заявляем о том, что сегодня на федеральном уровне работают уже несколько горячих линий. С 21 апреля работают горячие линии Алины Кабаевой, ставшие уже традиционные. Горячие линии общественной палаты. Собственно, горячая линия Алины Кабаевой, она связана больше с консультацией по предметам. Горячие линии общественной палаты связаны с консультацией по процедурам, которые предстоят ребятам. И они будут работать до окончания единого государственного экзамена, и все вопросы можно задавать на эти горячие линии. Безусловно, горячие линии работают и в Рособранадзоре, и, соответственно, в наших подведомственных учреждениях, которые непосредственно занимаются организацией процедуры. Это в Федеральном центре тестирования Рособранадзора. Соответственно, некоторые регионы установили круглогодичные горячие линии, что мне кажется очень важным. Ну и, собственно, на сайте Рособранадзора есть информация о том, собственно, куда обращаться, по каким вопросам обращаться. И постоянно действующий источник информации – это еще и сайт Федерального центра тестирования. Официальный портал ЕГЭ, да, не сайт Рособранадзора, а официальный портал единого государственного экзамена. Мне бы хотелось все-таки напомнить о том, что после вступления в силу закона о едином государственном экзамене, собственно, государственная итоговая аттестация в его полном объеме является соответственностью субъекта Российской Федерации. Просто мы очень долго привыкли за время эксперимента, что за все, что связано с ЕГЭ, везде и всюду отвечает Рособранадзор или министерство за все детали в этом смысле. Я хочу напомнить, что с 1 января 2009 года в соответствии с законом за государственную итоговую аттестацию, за ее организацию, за процедуры, отвечают субъекты Российской Федерации Рособранадзор, несет ответственность за доставку контрольно-измерительных материалов, за расписание и за методическое обеспечение того, что связано с этой процедурой. Поэтому мне сегодня хотелось бы послушать один регион, вы на примере региона, может быть, вы зададите вопрос в регионы, я хотела бы сейчас попросить включения Ростова-на-Дону, говорю о том, что в студии находится министр образования Ростовской области Игорь Александрович. Ну вот, все, что называется, что-то я все сказала. Да, опасное заявление. Опасное заявление, да. Игорь Александрович Гудков и руководитель региональной службы по контролю в сфере образования Надежда Владимировна Толстик. Я хочу напомнить о том, что с 1 января 2009 года в результате такой процедуры, которая называется переданные полномочия, у нас в регионах, появились контрольные службы, ну такие же, как Рособранадзор, на местном, на региональном уровне. В ряде территорий это существует как отдельные структуры, вот, например, в Ростове-на-Дону. В ряде территорий эти контрольно-надзорные органы существуют как часть местных органов управления образованием. Соответственно, мне бы хотелось послушать, как Игоря Александровича, как человека, который отвечает сейчас на уровне субъекта за подготовку за организацию, и хотелось бы послушать Надежду Владимировну, как они готовы контролировать все процедуры, которые описаны в законе Российской Федерации, с точки зрения их исполнения. Пожалуйста, коллеги, чем вы можете с нами поделиться? Как готов Ростов-на-Дону?